Музыка Сирия очень важная страна. Я бы сравнил Сирию на Ближнем Востоке с кирпичиком. Вот этот кирпичик если вынуть, то все начнет сыпаться, потому что очень много сопряжений региональных с Турцией, с Заливом, с Израилем. Но при всем уважении к чисто сирийскому аспекту, на сегодняшний день гораздо более важным является более общая проблема, которая возникает из-за происходящих событий. Я имею в виду вопрос о том, в каком мире мы собираемся дальше жить, какая будет система международных отношений. Я вижу три альтернативы развития событий в значительной мере, в зависимости от того, как пойдут дела сейчас на сирийском направлении. Потому что здесь все уже как-то опыт определенный набрали. Видели, что было в Ираке, видели, что было в Ливии. И сейчас, когда идет повторение, это уже не просто повторение, это какой-то уже элемент системный. Значит, какие я вижу в укрупненном плане возможности дальнейшего развития мировой ситуации, которые в значительной мере будут предопределяться сейчас итогами сирийского этого кризиса. Три варианта. Первое. Послевоенная система, конечно, к сожалению, работает плохо. Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности далеко не в полной мере выполняют ту роль, которая предназначалась и предназначается по уставу. И речь, в принципе, гипотетически может идти о том, что увядание этой послевоенной системы будет происходить в обустренном темпе. То есть на нее просто начнут мало обращать внимания, тем более, что уже сейчас раздаются голоса о том, что можно идти в обход Совета Безопасности. Это первая альтернатива. Вторая альтернатива – это, сохраняя Организации Объединенных Наций и используя в той мере, в какой это возможно потенциал ООН, строить параллельно другие организации, другие объединения. В принципе, мы уже по этому пути с вами идем. Я могу назвать в этой связи как очень перспективные, интересные объединения, такие как Шанхайская Организация, как БРИКС, ну в какой-то мере переходные такие структуры, восьмерка и двадцатка. И третье направление – это постепенная и убыстряющаяся разбалансировка всей системы международных отношений. И ведь мир жил когда-то без международных организаций, без попыток как-то соединить усилия стран для того, чтобы какие-то были общепринятые правила. Ну, наверное, гипотетически можно вернуться вновь в такое хаотическое состояние. Хотя, конечно, это было бы очень далеко от того, что называется цивилизованным поведением. По каждому из этих направлений сейчас на наших глазах идет борьба. Вот первое. Конечно, роль ООН и Совета безопасности с одной стороны падает, по сравнению с тем, как это должно было бы быть. Но не так все безнадежно. Смотрите, как эволюционизируют последние дни позиции у немцев и других. Люди понимают, что совсем без каких-то регуляторов это очень опасно. Для них самих будет, из какой бы стране они ни жили. Поэтому главное сейчас заключается в том, что очень много от нас зависит, от всех, в том числе тех, кто работает на идеологическом направлении, чем, собственно говоря, этот раунд закончится и каким выводом придет международное сообщество. Нельзя хлопать дверью, нельзя прекращать какой-то диалог, нельзя просто обвинять кого-то. Ну и что, иногда мы с кем-то прекращали отношения. Я был послом Саудовской Аравии. Ну что толку от того, что мы 20 лет с ними не имели отношения? Ну ничего это не дало. Так, конечно, очень важно, чтобы у нас были взаимоотношения с американцами, выстроены правильно. Но надо сказать, что они, конечно, очень большое значение придают таким объективным факторам, какова экономическая мощь страны, какова военная мощь страны. С ними дружить сложно. С ними дружить сложно, потому что дружить можно только на равных. Поэтому нам надо, конечно, улучшать наше экономическое положение, крепить наше, так сказать, оборонное могущество, для того, чтобы к нашему голосу еще более веско прислушивались, чем это есть на настоящее время. Надо в этой сложной ситуации, анализируя различные варианты развития событий, все-таки не давать ходу эмоции, и исходить из того, что искусство, политическое искусство, дипломатическое, заключается в том, чтобы предпринимать не какие-то гипотетические шаги, которые вроде бы красиво звучат, но ничего не дадут, а предпринимать те шаги, которые дадут результат. Работать не наложен, а работать на результат.